Я, честно говоря, когда мы говорим о музыке, я всегда за свободу выбора, потому что человек должен иметь возможность выбрать из разной музыки. Ни в коем случае нельзя пропагандировать одно направление, одну стилистику. Люди разные, у всех абсолютно разная жизнь, разный жизненный опыт, и на разные темы они переживают, слушая эту или иную музыку. В музыкальном плане, мне кажется, наша сторона все-таки потихонечку выкарабкивается, именно благодаря тому, что появился доступ, очень поздно, но появился доступ к той музыке, которая делается на Западе, в Америке. Они давно уже убежали от нас, они уже прошли всю эту главу, которую мы сейчас еще перелистываем. И многие артисты, которых называют поющими трусами, или которые делают откровенно неинтересный и исключительно коммерчески реализуемый продукт в нашей стране, они в скором времени исчезнут. Исчезнут, и уже всякие происходят перемены внутри радиосистемы, которые, надо сказать, что, несмотря на наличие интернета, все равно очень большое влияние оказывают на нашу страну. Я верю и надеюсь, что мы будем меняться в этом плане, мы будем расти, и не будем бояться пользоваться опытом наших зарубежных коллег, потому что они уже доказали, что необходимо развиваться, необходимо двигаться, потому что музыка – это тоже очень важный двигатель, который помогает обществу развиваться, помогает людям расти и становиться интереснее, как-то впитывать из этого мира больше, не зацикливаться на всем том, что тебя включают по зомбо-радио или по зомбо-ящику, как люди любят говорить. Ну смотри, а единственный путь, да, у российской, эстрады у российского шоу-бизнеса – это догонять, да, Запад, или есть какой-то вариант свой? Дело не в том, чтобы догонять в плане качества работы над материалом, наверное, больше в этом. У нас есть свои музыкальные традиции, у нас есть своя классическая музыка, да, и очень многое, кстати, в популярной музыке выстраивается, и в рок-музыке выстраивается на классике, да, то есть как бы все равно есть какие-то истоки, от которых можно двигаться. В советское время у нас были вообще потрясающие песни, и я только недавно начал их слушать, вслушиваться и понимать, насколько они красивые, насколько они мелодичные. И мы даже в один момент с моим приятелем провели такой анализ, когда мы взяли песни разных времен, разных эпох в Европе, в России и в Штатах. И вот мы сравнивали, там, вплоть до того, что двигались, там, относительно каждого года. И надо признать, что в какой-то момент мы были очень близки к тому, чтобы параллельно, по крайней мере, двигаться, да, с Западом, с Америкой. Потом случился этот занавес, нас закрыли, вот то, как раз, про что я говорил, чего я боюсь, например, да, потому что не получать информацию нужно, это ужасно. А в какой-то момент мы были с ними параллельно и могли развиваться, и у нас есть свои классные музыкальные традиции. И русскую народную музыку тоже можно привести в какой-то новый вид, на самом деле. Она тоже может быть миксована с современными музыкальными стилями, может сделать классно и вкусно. Вопрос в том, что всему этому не дает ход очень часто телевидение и радио. Опять же, еще раз спасибо интернету, который есть, и с помощью которого можно донести информацию, дослушать, достучаться. Иногда, кстати, интернет влияет и на радио, и на телевидение. При имея огромное количество просмотров, ни для кого не секрет, на разных порталах, ты можешь приходить и показывать, что у тебя есть своя аудитория, и это иногда срабатывает. Это тоже очень хорошо.